Три десятка лет назад по долгу родине в далекий Афганистан отправились около 30 тысяч белорусов. 771 из них погиб, 12 числятся без вести пропавшими. Уже давно нет Советского Союза, при котором происходили эти трагические события. Но память о них и сегодня отзывается болью в сердцах вдов и матерей. Среди них и Мария Бабичева, у которой эта война забрала дорогого человека. Мой муж, старший лейтенант Бабичев Игорь Викторович погиб в 1983 году, 5 июня. Он был вертолетчик, он был бортмеханик, он погиб в бою. Ну вот сегодня уже 34 года, как закончилась Афганская война. Для нас это день памяти, день скорби. В настоящее время в нашем городе проживает 18 семей, для которых трагедия Афганской войны стала личной. И сегодня, спустя 34 года, подвиг воинов-интернационалистов не забыт, не оставлены без внимания и поддержки их близкие. Постоянно встречаемся, приглашаем их. Это не только 8 марта и День матери. Это возникают различные социальные проблемы, проблемы, связанные со здоровьем, проблемы, связанные с различными инстанциями, государственными органами самоуправления. А иначе и быть не может. У нас существует такое понятие, как боевое братье. Мы своих не бросаем. Городские власти нам постоянно помогают. Если какие-то проблемы, вот если что-то там, ремонт какой-то, пожалуйста. И вообще, чтобы мы не обращались с какими-то вопросами, всегда идут на помощь. Вот и навстречу Брестский горисполком руководитель города Александр Рогачук пригласил глав администрации Московского и Ленинского районов, представителей системы здравоохранения и социальной службы. Всё для того, чтобы у каждой из вдов и матерей воинов-афганцев была возможность высказать наболевшие проблемы и получить адресную помощь. Здесь присутствуют наши доктора, наши социальные службы. По текущий момент, кто, уважаемые присутствующие, имеет какие-то серьёзнейшие вопросы, какие-то проблемы, которые надо решать на уровне города, на основной области. Диалог получился конкретным и обстоятельным, а каждый из озвученных вопросов был принят к рассмотрению. Приятным завершением встречи и ещё одним знаком внимания и заботы стали подарки для каждой из женщин. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания Буктова.